Ну а теперь уже более спокойно говорим о других уже разыгранных медалях в Рио-де-Жанейро. Первый комплект медалей Бразильской Олимпиады сегодня разыгрывали женщины в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. И первая же медальная дисциплина завершилась сенсацией. Первая золотая Рио взяла Вирджиния Трешера, американка которой всего 19 лет. Трешер сумела обойти двух фавориток из Китая, олимпийских чемпионок прошлых лет. Россиянка Дарья Вдовина имела все шансы на медаль. Она квалифицировалась в финальную стадию с четвертого места. В финале попеременно шла на первом и вторых местах. Однако нервы и в самый ответственный момент. И Дарья в итоге лишилась шансов даже на бронзу. В итоге только пятое место. Мысли после промаха не пройдут цензуру. Если корректно сформулировать, какая досада. Но самое главное, что я стала мамой и с новыми силами вернулась в сборную. Было огромное желание работать и добиваться успехов. К сожалению, дрогнуло. Глаз замылился. Первый комплект наград Вирджини Трэшер приезжал вручать лично глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах. У мужчин в стрельбе из пневматического пистолета россияне без наград. Ну а золото взял представитель Вьетнама. Это первая в истории Вьетнама золотая олимпийская медаль. Переходим к шоссейной групповой велогонке у мужчин. Олимпийская дистанция 237 километров. Говорят, что это был самый сложный рельеф шоссейной гонки в истории Олимпиад. Здесь также не обошлось без сюрпризов. Лидер и фаворит победитель недавнего Tour de France британец Крис Фрум упал. И в итоге за медали борьбы у него не получилось. Ну а первым к финишу пришел бельгийский велогонщик Грег Ван Авермат. 237 километров он проехал за 6 часов, 10 минут и 5 секунд. Если бы трасса проходила в его родной Бельгии, проехали бы через всю страну. Это золото стало первым для Бельгии на летних Олимпиадах за 20 лет. Второе место у датчанина, третье у поляка. Женская сборная России по гандболу сегодня начала свой олимпийский путь. В первом матче группового этапа соперницами команды Евгения Трифилова была сборная Южной Кореи. Наша сборная сегодня была фаворитом, но к перерыву в счете вели соперницы. Начало второго тайма сложилось для сборной России. Хуже не придумаешь, преимущество кореянок достигало 7 мячей. Евгений Трифилов сделал ряд замен, в частности поменял вратаря. Мы перестроили игру в защите, и все эти тренерские перестановки дали результат. Сборная России одержала суперволевую победу. Итоговый счет 30-23. Наш следующий соперник по группе – это сборная Франции. Ну и также сегодня свой первый матч проведет женская сборная России по волейболу. Сыграет против команды Аргентины. Этот матч пройдет уже в ночь на воскресенье, начало в 2.30 по Москве. В плавании сегодня на кону 4 комплекта наград. И если на что-то надеяться, то только на женскую эстафету 4 по 100 кролям. Финал в этой дисциплине пройдет уже совсем под утро, в полшестого по московскому времени. Россию представят квартет Вероника Попова, Виктория Андреева, Наталья Ловцова и Розалия Насрединова. На чемпионате мира в Казани в прошлом году наши девушки не вышли даже в финал. Но сегодня надеемся на улучшение результата в Рио. Плавание в прямом эфире покажет телеканал «Россия». Начало эфира из «Акватекс-центра» в 4 часа утра по московскому времени. Спасибо, мой коллега Александр Абрамов рассказал об основных спортивных достижениях нашей сборной.